друзья мои всем привет с вами я михаил шилов автор проектов корректура докторшилов . com budashen.ru buddoblog.ru всякие прочие ру и комы и так далее подписывайтесь на мой канал на youtube а сегодня у нас а почти вся семья шиловых в сборе такого еще подкаста за рулем я не писал мы что не записывали столько сил нас и мама тут рядом вот доедем мы с тренировки ворд-класс и из ворд-класс хороший такой можно сказать денек и сам зимний достаточно тепло приятный падает снег и для тех кто снег не чистит погода просто благодатная да вот но делитесь впечатлениями девчонки как утренняя слушай а где нам выезжать вот здесь теперь надо сказать что начали сходили на йогу это очень хорошо приятно потянуться мы это то есть они да девочки смысле приятно потянуться поюжиться что называется то есть они выеживали там а потом хамам хамам это чудо особенно в зимнее время когда пересыхают все слизистые в теплых помещениях сухих ну да с утра проснешь чтоб все потрескало все перед язык прилипло влажным воздухом это чудно самая лучшая профилактика всяких заболеваний это спорт правильное питание и хамам еще вдобавок ну да сауна хамам а у меня была тренировочка несколько другого плана вот пока они там выеживались я сначала как всегда разминку ребят без разминки нет тренировки нет у вас времени на разминку как я говорю можете не тренироваться вообще в отдаленной перспективе это непременно кончится тем что у вас появятся какие-то микротравмы и прочее всякая фигня повылазит будете такие погоды зависимые все будет болеть и так далее вот поэтому разминка всегда основная гимнастика прежде всего вот потом беговая дорожка сначала подъем в гору в течение 10 минут на самом высоком уклоне 15 градусов со скоростью 6 километров в час и еще полчаса бег больше пяти километров около шести километров пробежал воды потом у меня была тренировка пресс у меня целевая тренировка была на пресс сегодня целевая это значит та тренировка когда я больше всего посвящаю времени именно прессу потому что при высекоте почти на одekk values тренировки а целевая тренировка это когда самая главная тренировка на пресс 3 значит упражнения было по 6 подходов в каждом очень все тяжелые и ноги икры вот такая тренировка потом сауна у меня сначала сауна а не в хамам сразу у меня сначала сауна объясняю почему я поступаю таким образом не потому что раз в клубе есть все надо там отбивать абонемент надо пройтись по всем со заведением до местам нет на самом деле если бы я придерживался такой точки зрения бы на групповые все программы ходил бы и не знаю всем чем можно пользоваться нет объясняю суть дело в том что сауна она способствует при очень высокой температуре прежде всего разогреву поверхностных тканей тела то есть это это прогревается кожа подкожная клетчатка жировая и немножко самые поверхностные слои обычной ткани вот глубокие как правило все вещи не прогреваются то есть как бы сады костей и не прогреешься совершенно доказано точно вам если на тепловизоре посмотреть человека который парится в бане в русской и который парится в сауне то видно какие органы разогреваются больше вот это все понятно и совершенно точно это доказано опять же а в сауне человек потеть начинает гораздо позже потому что там сначала идет долгокомпенсация то есть испаряется с тела под это одно механизм он охлаждения и только потом начинается компенсация и человек но скрываются все поры то есть и потовые железы сальные вот именно для этой цели я и хожу в сауну чтобы из подкожей из подкожной клетчатки которая является депосом шлаков всяких разных вышла всякая дрянь вы сами можете чувствовать когда ну пробуйте на вкус свой пот да когда вы долго в бане не были он горький и соленый и горький и все такое прочее это не грязь это вот как раз это подкожное сало это вот этот вот все это выходит и потом иду я уже греться а в хамам где а влажный пар там уже все прогревается до косточек что называется потому что влажный пар из-за большей теплоемкости воды гораздо глубже прогревает тело человека вот и опять же на респираторную систему действует более положительно как у меня сказала супруга особенно это с зимой чтобы весь этот вот отроговевший эпителий который не должен отроговевать на слизистых то в общем по сути но за ночь он весь просто пересыхает надо просыпаешься язык аж к нему прилипает что называется то же самое происходит в носу в трахеи бронхах и так далее все это там отпаривается все становится мягкой и розовая конечно друзья хотел сказать что несмотря на то что мы тренировались в общей сложности два с половиной часа не имеет нормально да усталость конечно чувствуется потому что после тренажерного зала не может быть такое что-то вышел стрина жена и ты не устал за лишь не тренировался конечно усталость мышечная есть но настроение хорошее и не только дело в том что чем мы энергии а больше тратим тема ну в отдаленной перспективе что называется для этого надо заниматься регулярно тем мы быстрее восстанавливать человек который ходит в клуб за неделю два раза или там один раз и думает что он может там заниматься за четыре часа компенсировать все наверстать что он но неделю не занимался тот конечно будет уставать у него будет скажем так утомление это не та будет усталость что надо но если заниматься регулярно каждый не хотя по часу или через день заниматься по два часа то чем вы на самом деле больше будете тратить энергии и сил тем быстрее будет идти восстановление организм просто научиться в этом и и состоит собственно говоря процесс тренированности а вы тренируетесь вот натурально тренированность возникает и тогда буквально проходит полчаса час после тренировки и вы чувствуете не то что упадок сил а их наоборот и сильный прилив вот этот класс так ли девчонки вот ну ладно было приятно пообщаться с вами со всеми я смотрю тут несколько человек в прямом эфире сейчас есть остальные кто будет смотреть в записи досмотрите до конца там про сауну про хамам очень будет интересно вот у нас сейчас значит обед я прощаюсь подписывайтесь на канал на youtube и так далее всем пока